Возможно, некоторые из вас помнят тренинги, которые я... Тренинги Тома Шрайтера я использовал здесь, пересказывая их и комментируя по-своему о красных, желтых, зеленых и синих в сетевом бизнесе. Ну, кто не помнит, может вернуться ко мне здесь на блоге и посмотреть красные, желтые, синие, зеленые, кто они такие в нашем деле. Ну, для памяти просто напомню, что желтые это те, которые любят помогать, грубо говоря, синие это те, которые любят тусоваться, общаться, зеленые это те, которые любят все изучать, во всем разбираться, анализировать, накапливать информацию, создавать разного рода системы, а красные это люди, которые устремлены к карьере, к славе, к признанию, к деньгам. Вот. И в чистом виде мало людей, чисто красных или чисто желтых. Все это перемешано, конечно, но какие-то оттенки превалируют в каждом из партнеров. И вот хорошо бы разбираться, хорошо бы разбираться, с кем ты имеешь дело, когда глядишь, смотришь на кандидата, и когда у тебя уже есть в группе дистрибьютор, и партнер, как говорят, какого он цвета и как с ним действовать. Сейчас я о красных хочу поговорить. На мой взгляд, у каждого есть сильные стороны, у каждого есть слабые стороны, безусловно. Но на мой взгляд, красные это особая категория людей, на которых следует обращать внимание, потому что красные это в основном лидеры. Красный человек это человек, который нацелен на деньги, нацелен на достижение высочайших, самых высоких карьерных статусов. Он добивается славы, признания, ему нужно обязательно быть первым, ему обязательно надо быть победителем. Вот такая краснота, алость проявляется именно таким образом. красный человек это люди с повышенной самомотивацией, их гонит вперед чистолюбие, амбициозность. Их заставляет действовать огонь, который горит внутри. Они могут там допускать массу ошибок, они могут быть грубыми иногда, они могут быть неуважительными к людям, потому что как бы идти, некоторые идут по трупам, да, как говорят в народе. Но красные это люди, которые берут на себя ответственность, которые ведут за собой. У них такой вот горящий стержень внутри, заноза в одном месте, такой пропеллер сзади. Они такие люди, которые не терпят слизи, понимаете, слабости, меланхолии, которые жмут до конца, их сжигает страсть. А это очень важный показатель для бизнесмена, состязательность. Потому что, как вы понимаете, бизнес это соревнование, конечно же. Да. И вот особая заслуга красных состоит в том, что они не дожидаются, когда все будет в этом бизнесе отлажено. Вот когда все будет хорошо, вот когда будут товары поставляться, вот когда будет там столько-то товаров, вот когда начнут выплачивать точно, значит, вот безо всяких ошибок там, да, без шероховатости. Когда вот все отладится, когда вот будет кем-то разработанная система, когда вот меня научат делать вот то, вот тогда я и начну. Вот когда я во все вникну, всему научусь, вот тогда. Когда мои люди научатся, они этого не ждут. Они это делают сами. Надо признать, что красные, они как раз гонимая своими амбициями, чистолюбием и желанием любой ценой преуспеть и обойти конкурентов, они создают это все. И у них есть способность организовывать других людей, которые абсолютно бесценны в нашем деле. И желтые, и синие, и, соответственно, зеленые. Вот если красный сумеет организовать вокруг себя все остальные цвета, то тогда он и добивается успеха. Если он как дурачок ломит, ломит, не глядя на людей, на их интересы, не учитывая их специфики, видение, а ориентируется только на голые деньги, у него есть кровавые доллары в глазах, это крайность, которая рано или поздно приведет к неудаче. Но красный, как я вот вам рассказал, это очень ценный человек. Как его найти? Как его определить? Красные люди по признакам определяются. Красный человек, который все время в поиске заработка. Он богатый, он уже успешный, а ищет новый бизнес. Красный человек все время говорит об успехе. У него работа обязательно связана с управлением людьми. Или характер деятельности, или хобби, или он проявляет себя как лидер. Это красный. Красный человек способен держать свой настрой всегда позитивным. Он не размазывает сопли по столу. Он не рыдает от неудач. Красный человек поплакал внутри, и все неудачи его злят. Они разжигают в нем огонь. Они заставляют его двигаться дальше. Он способен самомотивироваться, самовосстанавливаться и зажигать других. Вокруг него начинает вертеться весь этот бизнес. Он как в воронку втягивает в себя свои энергии, свои увлеченности, своими амбициями, своим видением, своими мечтами. Он начинает втягивать других. И тогда их качества становятся просто бесценными. Вот какой красный. Красный человек, если даже он не беден, не успешен, он не останавливается. Он продолжает искать, он все время мечтает. У него какие-то разговоры об успехе, о новых машинах. Красный человек нацелен на самое лучшее. Ему мало иметь там квартиру, ему нужен дом. Ему мало иметь быть какой-то статус посредине карьерной лестницы. Ему надо самая верхняя ступенька. Ему мало преуспеть самому. Надо ему обойти других так, чтобы все смотрели и говорили, вот он какой. Его видно красного. Он искрит. Он неравнодушный. Он может быть не очень комфортный в общении. Он может быть слишком напористым. Он может быть слишком, ну короче говоря, слишком. Но он двигатель. Надо искать красных. Надо стремиться быть красным, развивать свои красные качества. В каждом они есть. Но надо искать красных. Ищите красных. Ищите. Они могут иметь внешний вид самый-самый непритязательный. Но они по духу красные. Это может быть маленький-молоденький мальчик. Или какая-нибудь бабушка. Или какой-нибудь там дядя, в котором краснота это не реализована до того момента, пока ты ему не показал. Но работа, интересы, хобби, личные качества, они проявляются в реальной жизни. И ты всегда увидишь красного. Он неравнодушен. Ищите красных, и ваш бизнес гораздо быстрее двинется вперед. Побольше вам красноты.